доброго времени суток всем с вами марина хвалёва и школа фон флористики сегодняшний разбор посвящен красавице сакуре и мы с вами рассмотрим два вида японской сакуры вот такой вот розовой сакуры с такими темными красноватыми листочками и вот такая вот белая сакура с легким розовым оттенком и с такой легкой розоватой серединкой немного уделим внимание прилистникам и листочкам наших цветов перед тем как мы разберем непосредственно сами цветочки у основания соцветия на том месте где крепятся цветочки к веточке есть вот такие вот прилистники они есть как на светлом сорте сорте нашей сакуры так и у темно-розового вот такие вот прилистнички и плюс на месте крепления каждой веточки каждой цветоножки тоже есть вот такие небольшие зубчатые прилистнички чтобы лучше рассмотреть и изучить сам цветочек сакура аккуратненько отделим его от цветоножки вернее мы даже сначала отделим цветоножки вот вместо крепления к веточке вот такие у нас получились отдельные цветочки выберу сейчас самый красивый для разбора эти уже немножечко цветочки начали увядать на их стороночку а вот эти цветочки еще достаточно свежие если мы их рассмотрим то вы обратите внимание у совсем молоденьких зеленых цветочков серединка еще достаточно светлая тычинки светлые и для молодых соцветий не характерно наличие таких вот более розовых красивых тычинок даже не розовых они такие розово-сиреневые и розовой серединке также и листочки с внешней стороны лепесточки тоже имеют легкий розовый оттенок чашелистик у соцветия сакуры напоминает вот такую вот звездочку в принципе чашелистик достаточно обычный и сейчас аккуратненько отделим все составляющие цветка отделяем цветоножку аккуратненько отделяем лепестки отделили лепестки от чашелистика и как вы знаете японская сакура в принципе это один из разновидностей японской вишни и в отличие от нашей классической вишни у нее больше лепестков и немножко более крупные соцветия по сравнению с той вишней которые привыкли смотреть видеть мем теперь можно также рассмотреть и чашелистик у него очень тонкие нежные тычинки с легким розоватым фиолетовым оттенком и желтыми пыльниками и посередине обязательно есть пестик с зеленоватой верхушкой белую красавицу мы разобрали теперь точно так же рассмотрим и вот такую розовую сакуру ее соцветия еще более пышные еще более обильные и за счет этого естественно смотрится еще богаче и красивее у розовой сакуры лепеточки более вытянутые с легким розовым оттенком но более контрастным розовым краем тычинки белые а песик в отличие от белой сакуры имеет не зеленоватую верхушку а вот такую розовую даже бордовую верхушечку розово-бордовая рыльца разберем и розовый цветочек также посмотрите насколько больше лепестков в розовой сакуре не странно то что они чуть-чуть уже но за счет их количества смотрится цветочек конечно же более пышным форма лепесточка в принципе немного отличается у белой сакуры они более круглые у розовой сакуры они более вытянутые более проявлен с внешней стороны средняя прожилочка и еще для многих лепестков вот характерна такая вот выемка в верхней части лепестка чашелистик несмотря на то что само соцветие более крупное и пышное чашелистик у розовой сакуры немножечко меньше по размерам и имеет такой легкий бордовый оттенок тычиночки тоже нежные белые но я сказала что они даже немножечко по сравнению с белой сакуры немножечко покороче сами тычинки мне кажется что они не такие обильные ну и пести как я уже сказала имеет такую верхушечку слегка окрашенный бордовый цвет листочки розовой сакуры как я уже сказала имеют такой красноватый оттенок и в принципе можем рассмотреть его тоже немножечко поближе ну вот такие вот небольшие прилистники на месте крепления листочков крепятся к основанию форма лепесточков в принципе не сложная для листочков характерно обильное количество зубчиков такие зубчики заостренные прям как будто как маленькие тоненькие иголочки и листочек немножечко вытянутый у белой сакуры похожие листочки но в отличие от розовой они не имеют такого красноватого оттенка они имеют светло-салатовый цвет но к сожалению мне не удалось достать листочки белой сакуры но и надо сказать что на белой сакуре вот таких вот уже богатых красивых листочков пока еще нет несмотря на то что белая сакура зацветает и отцветает немножечко раньше но вот листочки у них развиваются уже чуть попозже а вот на розовой сакуре есть такие вот красивые богатые уже пучки листочков на этом наш видео разбор двух разновидностей японской сакуры завершен я надеюсь это видео было интересным и полезным для вас ставьте лайки пишите комментарии и я желаю вам творческих успехов с вами была Марина Хвалёва до скорых встреч субтитры субтитры субтитры